Это день города в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Не так поняли, в региональном Минтеке ответили на претензии жителей Семеновского поселения. Тяжких больше. Статистику уголовных дел раскрыл рязанский следком. Ледовые забавы. В Рязани открыли сразу 24 катка. Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области после резонансных публикаций в средствах массовой информации о вероятности открытия в Семеновском сельском поселении мусорного полигона опубликовало официальный комментарий. Кстати, петиция против этой инициативы набрала уже почти 6,5 тысяч подписей. Итак, по данным Министерства, участок рассматривается не для полигона, а для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса. Цитата. Создание дополнительного мусорного полигона для захоронения отходов, дополнительно к предусмотренным в региональной схеме, противоречило бы целям, установленным для сферы обращения с отходами, а именно обеспечению снижения объемов захораниваемых отходов до 50% общего объема образования. Данный участок рассматривается как одно из возможных мест для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса. Создание таких комплексов нацелено на снижение нагрузки на экологию и за счет грамотной переработки позволит кардинально сократить количество захораниваемых отходов в регионе. При этом на сегодняшний день подписанного соглашения на реализацию каких-либо проектов в отношении данного участка нет. Будущие отрасли не за свалками и полигонами, а за заводами по сортировке и переработке мусора. В Михайловском районе смертельное ДТП. Сегодня утром легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Сейчас все обстоятельства выясняют правоохранители. Страшная авария на 215-м километре трассы М6 Каспий произошла сегодня утром. По данным дорожной полиции столкнулись рейсовый автобус «Волгоград-Москва» и «Лада Гранта» под управлением 39-летней жительницы Липецкой области. В «Ладе Гранта» погиб ребенок 7 лет. В рейсовом автобусе пострадавших нет. На месте работы следственная оперативная группа, инспектор АДВС и штабная группа ВПС. Погибшей оказалась 7-летняя девочка, пассажир легкового авто. Водитель «Лады» госпитализирована. Ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП контролирует прокуратура Михайловского района. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Михайловского района. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги также находится на контроле в прокуратуре района. Кроме этого, прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по содержанию дорожного полотна в зимний период. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 15 января 2011 года после принятия закона о Следственном комитете Российской Федерации разделены функции следствия и надзора. И дату принято считать образованием Следственного комитета. Региональный следком отметил 13-ю годовщину со дня образования. На праздники говорили в основном языком цифр. За 13 лет существования Рязанского следственного комитета расследовано больше 10 тысяч преступлений. Каждое второе тяжкое и особо тяжкое. Это 8 тысяч уголовных дел, среди которых 700 убийств и больше 200 изнасилований. 750 человек привлечено за коррупционные преступления. Кроме того, за все эти 13 лет в регионе перед судом предстали 120 человек, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства. Речь идет о депутатах различных уровней, главах муниципальных образований, представителей правоохранительных органов и адвокатов. Само собой, цифры прошлого года куда скромнее. В 23-м году в производстве следователей управления находилось 1112 уголовных дел, что на 8% превышает показатели тоже предыдущего года. Завершили мы расследование 900 уголовных дел плюс 1,4%. Акцент в следственной работе был сделан на приоритетном завершении расследования тяжких и особо тяжких преступлений. Среди всех дел 74 эпизода с убийством, 31 преступление против половой неприкосновенности. Часть этих уголовных дел раскрыты по горячим следам, другие стали особо резонансными в СМИ. Так, например, поставлена точка в деле о насилии против несовершеннолетней и покушении на убийство. Напомним, рецидивист заработал сразу 4 статьи Уголовного кодекса, проведены 24 судебные экспертизы. Приговор суда – пожизненное лишение свободы. Другое резонансное преступление – убийство судебного пристава Сергея Калужского. В настоящий момент предполагаемому преступнику суд продлил срок в СИЗО до 31 марта. Важное направление – борьба с преступными посягательствами в сфере оборонно-промышленного комплекса. В тесном взаимодействии с УФСБ и УМВД по Рязанской области удается добиться резкого повышения эффективности выявлений преступлений в совершенных этой сфере, а также без закупок доцеребованных условий проведения СВО. В результате в 2023 году возбуждено 12 белых дел о преступлении данных направленности. На расширенном заседании коллегии следственного управления вручили губернаторские и ведомственные награды, а также памятные медали ветеранам следствия. Владимир Никешкин объявил благодарность подростку волонтеру Станиславу Широкову за активную гражданскую позицию и бескорыстную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Отдельно хочу поблагодарить работу за тот самотвержденный труд, за то, что всю жизнь потратили на работу следственных органов ветеранов, я бы подниму точнее тоже несколько раз сказал легенд, которые присутствуют в этом зале. Спасибо вам большое за вашу работу, за то, что делитесь опытом с молодыми сотрудниками, делитесь своими знаниями, своей мудростью. За 13 лет с момента создания Следственного комитета его роль в правоохранительной системе, в частности Рязанской области, полностью соответствует тем задачам, которые ставил президент. Безусловно, для выполнения этой задачи нужна системная, напряженная, профессиональная работа всего коллектива. И мы видим... После подведения итога года ушедшего, руководитель поставил цель на 2024-й. Приоритет, однако, тот же. Защита прав социально уязвимых категорий граждан, противодействие коррупции, возмещение причиненного преступлениями ущерба. Растет и незаконный оборот наркотиков. С января прошлого года по стране было зарегистрировано 16 тысяч таких преступлений. Рост больше, чем на 20%. По Рязанской области цифры куда ниже. 900 инцидентов. Сегодня стало известно, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из райотдела задержали 22-летнего гражданина иностранного государства. При личном досмотре у парня обнаружили 18 свертков, предположительно, с метадоном. Общая масса находки почти 5 граммов. Предварительно известно, что мигрант нигде не работал, а жил в съемной квартире. Наркотик этот он забрал из тайника на территории Московской области и привез в Рязань. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 2-й, народной 228-й. Фигурант заключен по стражу. И таких преступлений все больше. Полицейские получили сведения, что двое 33-летних рязанцев получили в свое распоряжение значительную партию синтетики и приступили к ее сбыту. Приятели были задержаны на улице строителей, когда перемещались по городу и делали в укромных местах закладки с наркотиками. Оперативники провели личный досмотр злоумышленников, изъяли у них свертки с запрещенными веществами, а затем провели обследование квартиры на улице Циолковского, где проживали оба задержанных. Мужчины эти получали оптовые партии наркотиков от кураторов нелегальных интернет-магазинов. Синтетику приносили домой, расфасовывали по сверткам и хранили. В общей сложности сотрудники полиции обнаружили и изъяли у закладчиков больше 330 граммов наркотиков. Закладки нашли на улицах Циолковского, Горького и Юнатов. Пока фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Статья та же, 228-я, только часть уже четвертая. Плюс часть 3 статьи 30-й. А вот другого подозреваемого задержали на улице Скоморошинской. При себе у мужчины был сверток с порошкообразным веществом и приспособление для употребления наркотиков. Трубка и шприц. Согласно результату проведенной экспертизы, изъятый является производным N-метилофедрона массой 1,22 грамма. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». А вот другое уголовное дело. Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области, находясь на маршруте патрулирования и проезжая по улице Качевской, заметили подозрительных мужчину и женщину. Пара осматривала местность, как будто что-то искала. Полицейские для проверки остановили граждан. Во время разговора полицейские укрепились в подозрении, что мужчина имеет причастность к незаконному обороту наркотиков. На место для дальнейшего разбирательства прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани. Оперативники пригласили понятых и предложили мужчине пройти личный досмотр. У жителя поселка Ухолова изъяли пакетик с производным Н-метилофедрона массой 0,47 грамма. Статья та же. Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Примерно так же произошло задержание, о котором стало известно 9 января. Тогда наряд ППС заметил мужчину, который вел себя странно. Мужчину остановили оперативники УНК и при досмотре нашли при нем 50 самодельных контейнеров. Уже экспертиза установит, что в контейнерах хранится синтетическое наркотическое средство весом больше 30 граммов. Сейчас мужчина задержан. По части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. 19 января день крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордане. По всей России пройдут крещанские купания. Считается, что в этот день вода смывает с души и тела человека все грехи и недуги. В Рязани купания традиционно пройдут на озере Ореховом. Нырнуть в прорубь можно будет с 23.00 18 января до 2.00 ночи 19.00. Восле купели будут дежурить медицинские работники, бригады спасателей, сотрудники правоохранительных органов. Все участники смогут бесплатно получить горячие напитки. Для удобства рязанцев 18.00 с 22.00 до 2.00 ночи 19.00 доставкой к озеру займутся два автобуса по маршруту Площадь Свободы, Ореховое озеро и обратно. Точное расписание на сайте городской мэрии. Морозы отступили и для рязанцев стали доступны сразу 24 ледовые площадки. Сегодня любители коньков ждут на хоккейных коробках и катках с прокатом. Кристина Бочкарева знает, где с пользой провести время. Укрепление мышц и иммунитета, развитие вестибулярного аппарата и общей выносливости организма. По словам врачей, катание на коньках полезно по многим причинам. Сейчас на улице минусовая температура, а значит, ледовые площадки уже готовы принимать гостей. В этом году в нашем городе залили больше двух десятков хоккейных коробок и катков. В лесопарке открытый лед, и это уже старая добрая традиция, рассказывают сотрудники. Правда, из-за погоды в этом сезоне открыли его позже обычного. К сожалению, погодные условия не позволили насладиться. Гостям нашего парка катанием на коньках, так сказать, зарядиться непогодней атмосферой, потому что не было стабильного мороза, был дождик. Поэтому для качественного мороза не было возможности, но с 4 января, как пообещал наш дедушка Мороз, он у нас в свой личный лесопарк, что будет зимняя прохладная погода, и он нас не подвел. Бушистый снег, крепкие морозы позволили залить, наконец-то только пригласить наших дорогих гостей и заниматься любимым зимним видом спорта. График работы катка с полудня до 10 вечера. Для тех, у кого нет своих коньков, работает прокат. Еще одна бесплатная ледовая площадка на территории Рязанского дворца детского творчества. Здесь работы по заливке хоккейной коробки начали еще в декабре. Толщина льда примерно 15 сантиметров. Проката инвентаря нет, но со своими коньками здесь ждут всех желающих. Работает она круглосуточно. Осуществляем ее поддержание, это убираем снег регулярно, и в этом нам оказывают помощь родители, воспитанники. Как только наступили отрицательные температуры, готовили низ бортов снаружи и снутри. Утаптывался снег и проливался водой для замерзания. А далее шаг за шагом, слой за слоем мы заливали воду. Это было более восьми раз у нас проделана процедура. Не стоит забывать о технике безопасности. Так, если вы не уверенно стоите на коньках, лучше придерживаться умеренного скоростного режима и надевать защитную экипировку. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова